Тем временем голосование проходит и в Кыргызстане. К этому часу избирательные участки успели посетить свыше 100 человек. Подробности в материале Баката Чермашева. Сегодня в Бишкеке установилась яркая солнечная погода, хотя еще накануне здесь было ощутимо прохладнее. Выборы в мажорист парламента Казахстана и весенняя погода в Бишкеке, безусловно, просто совпадение. Но, согласитесь, очень приятное. Хотя в посольстве Казахстана в Кыргызстане, где расположен участок, говорят о том, что готовы принять избирателей в любую погоду. Открытие избирательного участка в 7 часов утра – стандартная процедура. В посольстве Казахстана в Кыргызстане все отложено до мелочей и готовы об прием каждого гражданина, состоящего на учете. Вместе с этим двери дипломатического представительства открыты для любого казахстанца по той или иной причине, оказавшегося за пределами страны, но желающего проголосовать. Не проголосовать, я считаю, это наш гражданский долг, мы не имели права. Поэтому мы сходили в Алматы на свой избирательный участок, взяли открепительный талон и пришли сюда, в наше посольство, в Бишкеке, чтобы проголосовать. Я считаю, что если каждый гражданин будет считать гражданским долгом голосовать, участвовать в выборах, участвовать вообще, выражать свое мнение, то только тогда какие-то перемены позитивные будут. Исходя из опыта предыдущих электоральных кампаний, определена объективная цифра наличия бюллетеней в посольстве Казахстана в Кыргызстане – 300 штук плюс 1%. Как показала практика, этого более чем достаточно, чтобы удовлетворить желание казахстанцев принять участие в выборах. Самый часто задаваемый вопрос людей, приходивших в посольство, был связан с тем, почему нельзя проголосовать по одномандатным округам. Казахстанцы за рубежом смогут проголосовать только за депутатов Мажелиса по партийным спискам. Для некоторых казахстанцев, которые пришли сегодня сюда, на избирательный участок, это оказалось определенной неожиданностью, но таковы правила. Впрочем, это никоим образом не помешало избирателю определиться с тем, кто будет представлять их интересы в будущем Мажелисе. Бакат Чермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.